Здравствуйте! В эфире город С и Татьяна Дмитриева. Как коммунальные службы приступили к работе зимой? Какой технической базой они обладают и почему не стоит оставлять машины на дорогах? Об этом говорим сегодня. В нашей студии заместитель руководителя управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Виктор Нинашев и заместитель руководителя управления эксплуатации ЖКХ Алексей Коробков. Здравствуйте, Виктор Евгеньевич Алексей Александрович. Хочу сообщить вам, что нынешнее утро у нас с коллегами началось с обсуждения того, что мы ездили по магазинам в выходные и все попали практически в пробки. И вот я хотела бы выяснить у вас, как у специалистов, которые отвечают за чистоту на дорогах, это только от пробок? Очень долго мы добирались и тратили время. Или вот то, что прошли снегопады, это тоже отразилось на времени поездок? Падение осадков всегда отражается на структуру движения транспортного потока, на его скорость и так далее. Предприятия, которые содержат дороги по благоустройству, они в принципе работают независимо от погодных условий, независимо от дня недели. То есть у них есть задачи, которые они должны выполнять. То есть в выходные такой же график получается? Или если сильный снегопад, то может быть? И усиление снегопада, соответственно, выход техники увеличится, потому что в период снегопада необходимо поддерживать дорогу в проезжем состоянии, по крайней мере в дневное время суток, когда основной поток идет, обрабатывать ее антигололюдными материалами, а уже в ночное время производить окончательную уборку, расширение проезжих частей и вывоз снега. А что мешает работе ваших служб? Вот, допустим, идет снег, едут люди на машинах. Какие-то есть препятствия? И как вы с этим боретесь? Потому что понятно, что процесс-то неоднозначный, очень много участвует. Пока машины едут, в принципе, они не создают реальных проблем для уборки гор, то есть когда движутся. Основная проблема – это стоящий транспорт припаркованный. И если говорить по выходным, почему пробки, выявляются заторы, то на выходные у нас изменяется структура движения, потому что если на побуднем это утренний пик на работе, вечерний с работы, то на выходных это смещается в середину дня, когда люди просыпаются, начинают уезжать по делам. И учитывая то, что снегопад как раз у нас вышел с утра и в день, да, осадки были, предприятие в течение дня убирало дорогу, обрабатывало и так далее. А, соответственно, в ночное время машины оставляют во дворах, на проезжих частях и в самой пику расчистки снега. Создается помеха к уборочной технике. И по результату под утро у нас, если практически вся улица выщена, то места, где машины стояли, еще, может быть, стоят, образуются вокруг них сугробы, валы, которые вытащить практически невозможно. А что касается базы, вот когда возникают проблемы, кажется, вдруг не хватает техники. Вот, Алексей Александрович, город какой техникой обладает, и что это, собственно, за техника? Современная или, может быть, уже устарела, поэтому возникают проблемы? Что у нас есть? Ну, если говорить по части дворовых территорий, то управляющие организации обладают самой разной снегоуборочной техникой, и причем как своей, так и привлеченной по договорам подряда. Конечно, в зависимости от района, в зависимости от стесненности дворов конкретных, техника разная. Есть малогабаритная техника, да, там, Букат, так называемый, да, вот в частности, муниципальное предприятие «Жилсервис», которое как раз обслуживает в первую очередь Самарский район, то есть территорию, где очень такая высокая плотность застройки, там преобладает малогабаритная снегоуборочная техника. Управляющие организации, в принципе, и большой техникой тоже обладают, но в любом случае, да, вот возвращаясь к вашему вопросу по поводу того, что там мешает, не мешает уборки личные, да, личные автомобили, припаркованные во дворах, в том числе, конечно, мешают. И вот, в частности, в выходные дни, если, допустим, в будние дни люди разъезжаются на работу, там уже в 8 утра машин практически нет во дворах, то, естественно, в субботу-воскресенье в этом смысле не всегда так получается, да, что утром. Но, тем не менее, это не повод для управляющих организаций как-то не работать. У нас есть масса примеров управляющих организаций, да, вот, у которых как раз вот эта малогабаритная техника успешно работает. Там еще, конечно, многое зависит от квалификации персонала, да, который работает на этой технике. Я сам лично наблюдал, как вот филигранно на такой технике, да, убирали двор вот в Октябрьском районе, где достаточно высокая плотность и очень много машин, и все они припаркованы вдоль тротуаров, но, тем не менее. Да, вот, кстати, а вы выходные курируете работу, выезжаете, или для вас выходные – это выходные? Потому что мы вот сейчас вот пришли к тому, что выходные, в принципе, как-то усложняется обстановка, если есть снегопад. Ну, для городских служб выходные – это по погоде, как бывает. Рабочие, да, конечно. Если не погода, то получаются рабочие дни. Я хотел бы уточнить, опять же, сферы и зоны ответственности, чтобы горожане понимали, кто за что отвечает. Потому что вот жалуются, во дворах нечищенные, жалуются там департамент, да, городского хозяйства, что вот никто не работает, никто ничего не делает. Вот кто за что отвечает, как нам разобраться? И если вот говорить о своих претензиях, то кому можно адресовать их, в каких случаях? Ну, да, это начну я, потому что у нас есть такие элементы благоустройства, как автомобильные дороги. То есть все, что касается автомобильных дорог, именно городских улиц, за это отвечает муниципальное предприятие благоустройства, курирует их непосредственно департамент городского хозяйства и управления благоустройством. То есть любые замечания, касающиеся дорог, это замечания в наш департамент, либо в МП благоустройство. А дальше уже реагируем мы с предприятием. А тротуары вот кому относятся? Потому что иногда дороги вот растоплены, да, вот едешь хорошо, а тротуары вот тут вот куча лежат заболеваний. Тротуар является элементом дороги, то есть фактически проезжая часть, газон и тротуары, это один элемент, это автомобильная дорога. И содержит его предприятие полностью. То есть это все закреплено за ним. Понятно. Вот такое тоже бывает, согласитесь. Дороги-то как-то можно проехать, а вот тротуары нечищены. Адресовать все равно все в одной, они же должны исправить. Это все же их. И еще такой момент, чистят крыши, ну сейчас еще не было таких массовых, так скажем, чисток, а снег вываливает тоже на те же тротуары. Вот в таком случае, как разбираться, кто будет решать проблему, там что-то бывает. В таком случае при очистке крыши работа согласуется с МП благоустройства, и по максимуму стараемся, чтобы альпинисты, работники, счищали с крыши до уборки тротуара. То есть счищенный снег, пусть еще предприятие его убирает. Если это, соответственно, управляющая компания не успевает сделать, то уборка снега возлагается на нее. То есть если на чистый тротуар сброшен снег, значит, кто-то сбросил, убирает его. И внутри дворов. Как здесь разобраться, кто за что отвечает, кому жаловаться? Ну вот, во-первых, да, поддержу коллегу по поводу согласования работы служб, да, это вопрос организации работ, и в последнее время глава города особое внимание уделяет как раз тому, чтобы все службы, которые задействованы в уборке снега в городе, независимо, это дворы, там, проезжие части, вот, кровли, должна быть полной согласованности. И взаимодействие. Да, потому что это совершенно разные субъекты, как уже отметили. Теперь, что касается дворов, то здесь, конечно, это зона ответственности либо управляющих компаний, либо ТСЖ, либо ЖСК, в зависимости от того, какая, скажем так, форма управления данным квартирным домом. Ну, что конкретно, да, входит в эту зону ответственности? Это, безусловно, вот, самые приоритетные выходы из подъездов, отмостки, тротуары вдоль жилых домов, это внутриквартальные, внутридворовые проезды. А, все-таки они вот эти дороги? Это уже зона ответственности района конкретного. Да. И еще такой вопрос. В связи с тем, что учащаются снегопады, такие вот не очень приятные погодные условия, как-то это отражается на работе вашей службы, департаментов? У вас чаще совещание проходит, там, на работу в неурочное время вы выходите или нет? Ну, смотрите, вообще в целом... Вот от чего это зависит? В целом городское хозяйство, да, то есть департамент городского хозяйства и экологии, это все, что связано с системами жизнеобеспечения города, людей, и это та система, которая должна работать 24 часа в сутки бесперебойно. Это вот касаемо инженерных коммуникаций, касаемо вот содержания санитарного территории. Естественно, в зимний период мы работаем по погоде. А у нас, вот что касается, да, там, часто-нечасто совещаний. Совещания, естественно, бывают регулярные, в том числе по мере необходимости. Если мы знаем, допустим, накануне выходных дней, по прогнозам погоды, то, что ожидаются сильные снегопады, естественно, заведомо предупреждаются все ответственные, да, и управляющие организации, администрации районов, что необходимо усилить работу в выходные дни. По мере необходимости мы в эти выходные дни собираемся и совершаем объезды регулярно, контролируем ситуацию на местах. Вот. Но, скажем так, естественно, в силу того, что это происходит, вот, ну, грубо говоря, 24 часа в сутки, там, у нас, допустим, по управлению эксплуатацией ЖКХ есть график ответственных дежурных, то есть, скажем так, нет выходных дней, когда кто-то из сотрудников управления не был бы на своем рабочем дне. Обязательно есть человек, который вот контролирует, да, который в случае чего там может организовать эту работу, в том числе по взаимодействию между разными субъектами, между управляющей организацией, между там другими службами, которые ответственны. И, естественно, вот у нас календарная зима еще только наступила, сегодня только 5 число, но, тем не менее, уже было три достаточно таких серьезных снегопада, можно сказать, таких рекордных, да, для своего времени года. И, конечно, каждый раз, каждый раз мы, скажем так, реагировали на это, отрабатывали, да. Проверку, какие-то выводы, да, можно сделать, а вот какие выводы можно сделать, вот опять же, какие-то слабые места выявляются, что в вашей работе происходит? Ну, по результатам... И организационный момент, вот на что обращать внимание? Каждый у снегопада разбирается, в любом случае, да, существуют недоработки, как у предприятия, содержащих дороги, так и для, соответственно, управляющих компаний. То есть все это разбирается на оперативных совещаниях и принимается решение, как действовать в следующий раз. То есть, хоть и снегопады они похожи, но каждый раз все-таки они имеют что-то свое новое. То есть, связано это с последующими переходами температуры, то есть, либо в холод уходит, либо, наоборот, в тепло. То есть, здесь всегда по-разному и, соответственно, учитываются тени доски, которые были в предыдущем снегопаде, чтобы не допускать их в следующем. А химические реагенты, они ежегодно закупаются, да, вот к зиме, вот с организацией вот этого вопроса? Ну, закупку реагентов производят предприятия, которые содержат территорию, соответственно, это в рамках заключенных контрактов. То есть, они самостоятельно производят эти закупки. Единственное, что к реагентам применяются определенные требования, то есть, наличие сертификатов безопасности. Да, потому что возле экологии отвечает без экологии. Это наличие сертификатов безопасности, соответствующих условий. То есть, должна быть полный пакет документов, отвечающих, что это средства безопасности. У нас из года год одни и те же реагенты или они меняются на вашей памяти? Ну, на нашей памяти применялись, по-моему, три или четыре вида реагентов. То есть, принцип у них у всех примерно одинаковый. То есть, они состоят... Основной рабочий элемент – это хлориды. Вот то, что растапливает на дороге лед, это вот они, да? Да, основной – это хлориды. То есть, внутренние наполнения, там, определенные добавки добавляют, чтобы они лучше работали при отрицательных температурах, чтобы обеспечивали еще и сцепные свойства, то есть, туда добавляются материалы. А песок и соль, они остаются традиционными, они продолжают использоваться? Да, песок и соль, смесь также используются, но используются в основном не на основных магистральных городах, а уже... Замену не нашли таким средством. Ну, дело в том, что песок и соль, в любом случае, они по весне дают достаточно высокую пыльность и загрязненность. То есть, и вопрос в том, что их последующие уборки, он тоже заставляет определенные проблемы. Ну, пока никакой альтернативы нет, да, не нашли из тех же, может, каких-то ненатуральных вот компонентов. Нет? Нет? Такого нет? Ну, это, я говорю, это основной материал – это хлориды. Понятно. Эти вопросы все на контроле главы города, и вот мы говорили про совещание, и давайте посмотрим сюжет, как они проходят, что обсуждается, а потом продолжим разговор. Врасплох не застал. Сильным снегопадом, который начался в выходные, городские службы благоустройства совладали. Работают круглосуточно в усиленном режиме. Кроме того, в зоне повышенного внимания коммунальных служб – комплекс надремонтированной дороги, находящийся на гарантийном содержании подрядчиков. Всего же на уборку улиц вышли почти 300 единиц спецтехники. Парк уборочных машин муниципального предприятия благоустройства оборудован системой ГЛОНАСС. Она позволяет специалистам отслеживать работу спецтехники онлайн. Зима у нас каждый год, поэтому, в принципе, это штатный режим работы. Единственное, что для нас всегда остается проблемой – это брошенный припаркованный автотранспорт. А вот во дворах сугробы все еще лежат. Справились на отлично только муниципальные управляющие компании. К ним замечаний по уборке придомовых территорий и внутриквартальных проездов не было. А частные управляющие организации не проявили должной оперативности. Дороги открыты в полном объеме. Есть замечания по неоткрытому борту дорожному. То, что касается уборки внутридомовых территорий. Работа была организована, но результаты, хочу сказать, сразу оставляют желать лучшего. Во время снегопадов такое промедление в работе дворников неприемлемо. Глава города Олег Фурцев поручил Департаменту городского хозяйства и экологии, а также районным властям и административным комиссиям взять этот вопрос на особый контроль. Если ситуация не изменится и во дворах будут снежные завалы, управляющие компании могут лишиться лицензии. Я вам даю поручение вести мониторинг участия управляющих компаний, своевременного участия управляющих компаний в уборке снега. И будем выходить, процедура у нас отработана на рассмотрение вопроса об отзыве лицензии этих компаний. Если они вот так будут для себя устраивать выходные дни в период снегопадов. Проверяет дворы и прокуратура. Опять же, нарекания к управляющим компаниям. За бездействие в снегопад им может грозить штраф в 250 тысяч рублей. Все загодя знали о том, что будут такие осадки, что будет большой снежный покров. Об этом мэрия города своевременно направляла уведомления. Мы инициируем перед государственной жилищной инспекцией проверки в отношении управляющих компаний и ТСЖ, которые в свою очередь ответственны за уборку внутри дворовых территорий. Спрашивать управляющих компаний будут из-за неочищенной от снега и сосули крыши. Здесь тоже коммунальщикам медлить нельзя. Из-за перепадов температуры кровли домов могут довольно быстро обрасти сосульками. Начиная с этой ночи производится объезд дворов. И в рамках своих полномочий в части административных комиссий выявляются факты недобросовестной очистки, некачественной, своевременной. В ближайшее время коммунальщикам придется работать стахановскими темпами. И не только им. Неубранных участков остаться не должно. За чистоту тротуаров около киосков и магазинов отвечают их владельцы. Придомовые территории – зона ответственности управляющих компаний ТСЖ и ЖСК. Уборку незакрепленных территорий должны контролировать заместители глав районов по вопросам ЖКХ. Администрация города призывает автолюбителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, а также не оставлять транспортные средства вдоль обочин дорог, чтобы не создавать препятствия для уборочной техники. А как решаются вот эти проблемы, озвученные сейчас в сюжете? Вот припаркованные машины, те машины, которые там выезжают среди машин, которые убирают. Как они в плановом рабочем режиме меняются? Что можно сделать, чтобы от проблем все-таки уходить? Ну, все дороги, которые последние три года отремонтированы купленным ремонтом, там установлены дорожные знаки, которые запрещают в определенный день недели с ночного времени стоянку. То есть в данном случае… ГИБДД отвечает, там уже будет… Если в указанное время машина стоит, ее эвакуируют на законных основаниях и производится расчистка до конца. На дорогах, на которых данных знаков нет, единственное, что остается предприятию, это ждет момента, когда это позволяет возможность убрать, тогда туда выходит техника и убирает. Вот, единственное, да, что проблемы уже на очищенную часть дороги, выезжая и откапывая свою машину, опять вносится снег, то есть опять производится кажа, эти проблемы существуют. Ну, пока решаем так, мирно ждем, пока машину уберут. А как со временем меняются технологии по уборке? Вот что-то новое появляется или это все-таки традиционные методы? Ну, ничего нового появиться не может, снег надо сгрести и увезти. А в технике или что-то? Все равно какие-то новинки должны быть или нет? Ну, мы с вами уже говорили, то, что сейчас достаточно активно применяется, особенно в дворах малогабаритная техника, и на тротуарах в том числе, да, где там... Техника, да, технологии остаются прежние, а вот техника меняется, да, в дороге? Ну, я хочу еще сказать, да, вот действительно проблема, да, мы много раз ее уже озвучивали, то, что это машины, как во дворах решается. То есть управляющие организации, они и ТСЖ, тем более, они достаточно плотно работают со старшими по домам. Конечно, техника чистит дворы не каждый день, и поэтому вопрос организации, да, вопрос договоренности с жильцами, люди, в принципе, если управляющая организация имеет нормальный контакт с жителями своего дома, они уже заранее предупреждены о том, что в этом дворе будет вестись расчистка, и идут, идут навстречу, понимая, что в первую очередь двор чистится как раз вот для, непосредственно для жителей. Поэтому это вопрос, опять же, организации работы. И вот если вернуться, продолжить эту тему, организация работы, и тему взаимодействия, вот вы говорили уже о важности, чтобы ваш департамент, ваша служба взаимодействовали. Что это за участники, кто должен с кем взаимодействовать? Мы вот увидели в сюжете, что даже прокуратура сюда подключается, и все-таки вот какой механизм отработки, чтобы все было, что работа по чистке была налажена? Но это больше, мы говорим, части контроля, конечно, контроля за тем, чтобы... А контрольные функции они кому принадлежат? А, в прокуратуре как раз, и у департамента, наверное, тоже есть функции контроля, да? Ну, смотрите, вот те первые снегопады, которые были в ноябре месяце, они, конечно, показали определенные недоработки, и это объективная оценка, то, что вот особенно в части дворов, конечно, скажем так, недостаточно оперативно велась уборка. И вот, допустим, если мы говорим про прошлые выходные, когда сильный был снегопад с 26 по 28 ноября, там тоже мы утренние объезды в понедельник совершали, как раз 28 числа, и видели, что дворы, ну, в общем-то, достаточно плохо убраны, и были претензии определенные. Естественно, и у жителей это вызывает недовольство, как следствие, и прокуратура тоже заинтересовалась этим вопросом. В части контроля в районных администрациях существуют административные комиссии. Кроме того, существует городская административно-техническая инспекция по благоустройству. Инспекторы АГАТИ, они ежедневно, и прежде всего в утренние часы, когда, собственно, и должна вестись основная работа по уборке дворовых территорий, они совершают объезды и фиксируют факт того, что ненадлежащим образом территория убрана. Вот затем уже это, ну, целая процедура, но в конечном счете административная комиссия районов может налагать, привлекать к ответственности административной, налагать штрафы на управляющие организации, на должностных лиц управляющей организации. И, в общем-то, таким образом, те субъекты, которые отвечают за данную территорию, они несут ответственность. А если говорить о мотивации какой-то к хорошей работе, вот не только штрафные санкции, есть какие-то, может быть, мотивирующие моменты, которые там, самый лучший чистый двор, или это, опять же, управляющая компания должна организовывать такие? Ну, смотрите, в части мотивации управляющие организации все-таки имеют договора на управление домом, и уборка придомовой территории – это часть обязательств по данному договору. То есть управляющая организация отвечает перед своими заказчиками в лице жителей, собственников. И поэтому главный мотивирующий фактор – это соблюдение договорных обязательств. Собственно, жители, они в случае недовольства управляющей компанией своей, они вправе выбрать себе другую управляющую компанию, которая сразу поймет все мотивирующие факторы и будет удовлетворять своих жителей. Поэтому главный мотивирующий фактор – это то, что твои клиенты, по сути, жители тобой довольны. Сейчас такое время уже, когда начинают подводить итоги года. Вот интересно, департамент городского хозяйства, вот за этот год, что может, какие итоги подвести, вот что было сделано? Мы сейчас вот говорим о том, что происходит сегодня, о том, что такие текущие насущные проблемы решаются, а за год. Что удалось сделать? Как-то, может, какие-то итоги подвести, если можно? Потому что, думаю, что это, наверное, одна из наших последних встреч в этом году. Ну, департамент городского хозяйства занимается не только уборкой города. Да, вот, чтобы у нас не сладовалось впечатление, что мы только ездим и проверяем. Потому что в компетенцию входит и ремонт дорог, объем которых достаточно очень большой в этом году. Соответственно, есть отделение экологии, которое также этим занимается. Соответственно, освещение. То есть материал пока еще подвитогов не подводили, но результаты работы заметны и во всем городе. Это более лучшие дороги. Сейчас начинается работа по монтажу иллюминации в городе новогодней, включение ее. То есть опять появятся у нас фонтаны светящиеся, фигуры. То есть город готовим праздникам. И вот вы сказали уже про экологию. Вот это экологическое направление, мне кажется, оно страдает от того, что меньше освещается. Мы все на хозяйство обращаем внимание, на то, чтобы все было там убрано, сделано, была техника. А вот экологическое здесь какие можно подвести итоги именно вот в этой тени? Ну, работа инспекции, она достаточно, хоть, может, и не так слышно, но ее видно. То есть это работа по выявлению незаконных свалок мусора на территории города, принятие мер по их ликвидации. И учитывая послание президента Российской Федерации, это достаточно серьезный вопрос теперь будет. Все работы будут продолжены. Алексей Александрович, а в вашем управлении, что какие итоги тоже могут быть? Чтобы вы тоже представляли, что сделано за год, это тоже важно. Ну, я хочу в первую очередь, наверное, рассказать о том, что совсем недавно созданные, да, в прошлом году буквально муниципальные предприятия, жил сервис и универсал быт, да, муниципальные предприятия, которые как раз и были созданы для того, чтобы обслуживать жилищный фонд, управлять, скажем так, не самыми, ну, новыми, да, назовем так, жилыми домами. Управляющие организации, которые коммерческие, они зачастую отказывались содержать такие дома, которые находятся в первую очередь у нас вот как раз в Самарском районе, в Кировском районе. Много таких домов и в Красногленском районе. Это так называемая шестая, седьмая категория благоустроенности домов. Это те дома, которые, ну, так называемый старый жилищный фонд, которые нуждаются, скажем так, в большем количестве средств, в том числе и в рамках текущего ремонта. И вот те муниципальные предприятия, которые были созданы совсем недавно, вот, шестнадцатый год уже практически подошел к концу, мы можем сказать, что, в общем-то, очень серьезно была переломлена ситуация с точки зрения обслуживания вот этого старого жилищного фонда. Мы это видим хотя бы потому, что сократилось количество жалоб. Муниципальные предприятия в этом смысле более гибко реагируют на потребности жителей. Понятно, что проблемы никуда не ушли. Это самый проблемный фонд, и с ним, ну, достаточно сложно работать. Вот, но, тем не менее, мы считаем это достаточно таким серьезным достижением. И у нас одно предприятие накрывает практически полностью Самарский район. Это свыше тысячи домов. И мы видим даже по статистике, в том числе, работы тех же самых административных комиссий, государственной жилищной инспекции, ситуация здесь улучшилась. Особенно динамика положительная была видна в октябре месяце, когда у нас стартовал отопительный сезон. Если раньше были значительные проблемы с запуском тепла в этих домах, то в этом году мы достаточно успешно этот период прошли. И, в общем-то, достаточно оперативные сроки эти дома удалось запустить. Вот, это вот один блок работы. Потом я бы хотел выделить, да, вот, возвращаясь к уборке территории, все-таки в этом году нам удалось системно подготовиться вот по всем фронтам, да, к зиме. Напомню, что 1 апреля было принято постановление номер 362 главы, которое определило все-таки, сколько в разрезе районов должно быть снегоуборочной техники, сколько должно быть дворников, потому что раньше мы там какие-то требования... За что отвечают управляющие компании? Именно в части оснащенности техникой и дворниками. Если раньше мы требовали от управляющих компаний, но, скажем так, не говоря конкретно, собственно, не предъявляя никакие нормативные значения, а что, сколько все-таки должно быть, то теперь мы, скажем так, вот эту нормативно-правовую нишу заполнили. То есть у нас есть постановление. Вот. Ну и вообще достаточно системно в этом году мы подготовились к зиме, да, и с точки зрения подготовки именно теплового хозяйства. У нас город в этом году получил паспорт готовности к зиме, чего не было, например, в прошлом году. То есть, в принципе, итоги достаточно такие позитивные, и вот эта положительная динамика, она, ну, скажем так, видна. Да. Ну, в конце программы обращу внимание на такой тревожный момент. Всегда всех волнуют крыши горожан, и не безосновательно, потому что случаи трагические в том числе происходят. Вот вы сказали, что паспорт готовности есть у города, а в этом отношении что-то поменяется или нет? Или вот на именно вот эти работы какое-то особое отношение будет к ним? Потому что все-таки вот когда сосульки... Чистки кровель? Да, кровель, и там травмы люди получают и так далее. Вот это, мне кажется, очень такой... Во-первых, опять же, да, у нас появилось постановление, которое закрепляет ответственность за вот, как раз, за контролем, за районными администрациями. Вот. Сейчас есть четкое понимание, да, сколько скатных кровель. В момент осмотра готовности к зиме управляющих организаций мы не только проверяли у них наличие техники и людей, которые чистят, но и наличие бригад кровельщиков, там, если это не свои бригады, то это бригады привлеченные со специальным оборудованием, со всеми связанными с безопасностью труда, там, вещами полностью готовыми. Это такой блок довольно большой. И, в принципе, вот опять же, да, ноябрь был снежный, но надо сказать, что работа эта достаточно системно идет, но я хочу сказать, что вот кровли, в отличие от уборки территории, все-таки это вопросы, связанные с безопасностью и с жизнью людей, поэтому здесь, ну, самое пристальное внимание, и надо, скажем так, пережить зиму, да, чтобы делать какие-то выводы, но я очень надеюсь, что районы со всей ответственностью, и мы со своей стороны тоже будем контролировать этот вопрос, потому что, ну, кровли, это, скажем так, это очень важно. Да, важно, да. Ну что ж, спасибо большое за то, что пришли, рассказали о том, как мы переживем наступившую зиму, и надеюсь, что у нас все будет чисто убрано, и не будет трагических несчастных случаев. Всего вам хорошего, спасибо еще раз, и вам за внимание. Спасибо, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова